Ну вот, в общем, в принципе, мой тир. Я развесил баночки, бутылки всякие, надписи, я, конечно же, с них стер. У меня еще по бокам есть мишени пристрелочные, тоже постреляем и посмотрим. Значит, первые выстрелы я буду делать с 5 метров, и последующие я буду делать с 10 метров, и я об этом, конечно же, скажу. Сейчас у нас дует такой ветерок, в принципе, это будет влиять на прицельность полета пули, но я думаю, я справлюсь и куда-нибудь-то я попаду. Но можно видеть, что, вот, например, сосны, если это видно, они довольно-таки сильно раскачиваются. Очень довольно сильно. Ну, посмотрим, что у меня получится. Да, еще хочу предупредить, что надо быть аккуратным и, конечно, стрелять по таким мишеням, а тем более, которые не пробиваются подальше, потому что у шариков есть такая способность рикошет, то есть шарик может не впиться или не прилететь насквозь и просто отскочить и попасть прямо по вам. В основном, конечно, попадает в тело, но раз на раз не приходится, может и в глаз отлететь. Сначала я покажу вам, как он стреляет по вот этим бутылочкам с нового баллона, а потом я, конечно же, продемонстрирую вам его стрельбу в движении по самому, по факту. Я снял с предохранителя, отвел затвор, мы видим, как здесь все устроено, и то, что, если будет видно, то, что вот шарик вот там вот, я не знаю, видно, нет, и, значит, откидываем. Теперь я поставлю на предохранитель на всякий случай, пока я хожу и брожу. Так он у нас, конечно же, не выстрелит никак. У нас курок отодвигается, приходит в боевое положение, и остается только снять предохранителя, вложить его в руку, так как здесь есть автоматический предохранитель, находящийся на рукояти. Значит, снимаем с предохранителя и нажимаем на спуск. И, в общем, смотрим, как это все действует и стреляет. Сейчас, на данный момент, дистанция с 5 метров. Бью в желтую пивную банку. Насквозь! Так, еще вот одни минусы, которые происходят с течением какого-то времени при следующем выстреле, выпадают. Может быть, кто с этим встречался или что, но это последний вот косячок такой этого пистолета, о котором я тоже буду рассказывать. И пока я еще его до конца не устранил. У нас получается патрона в патроннике, так сказать, нет. И заново взводим. Стреляю также по желтой банке пивной, которая висит прямо по центру. Так, я промахнулся. Немножко отвлекся. Так, меня это начинает тревожить, конечно же. Вот так. 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 Как мы слышали по звуку, то, что пулька не пробила банку насквозь и осталась в самой банке. А в остальном, в принципе, банку пробивала просто насквозь. Это я промазал. В принципе, можно сейчас посмотреть поближе, как это все выглядит. В принципе, вот сама банка. Здесь мы видим сквозные отверстия, как мы видим, что они выпячивают. Здесь мы видим входящие отверстия. Также здесь есть и выходное. Также есть и пробитие. Пулька прошла просто по самому краю. Посмотрите, как она прорезала эту же стену и банку. Вот здесь не прошла пулька. Здесь бывает и вот такое. Такие вот вырезы, удар и сквозные отверстия пробивают. Хочу вам сказать, что дно банки этот пистолет тоже может пробить. Так, давайте попробуем на другой желтой банке. Посмотрим, какой результат. Я стрельну вот как бы этот магазин. И потом перейдем к следующему. Так, ну давайте я приближу, попробую это все дело. Как-то вот так вот. Фокус наведется, конечно же. Вот. И также с 5 метров попробую по ней попасть. Посмотрим, что из этого будет. Так, у меня закончились шарики. И вот в такое положение пистолет встает. Но это я вам поддемонстрирую чуть-чуть попозже. Итак, посмотрим. У меня совсем немножко оставалось там пулек. И что мы увидим? То, что мы здесь видим? То, что здесь входное отверстие. Здесь вот тоже входное отверстие. А здесь уже выходное. Мы видим, что все три пульки попали в цель. Сначала сюда где-то попало, вылетело отсюда. Все три пульки попали в цель. По звуку этого, конечно, было не очень слышно. Пробило банку. Это от чипсов. И я думаю, вы знаете, что это за фирма. Но я и стер. Также пройдемся по пластику, конечно же. Так, я думаю, еще разочек мы постреляем по всем вот прямо баночкам. По несколько раз. И посмотрим, что у нас из этого получается. Сейчас только нужно мне перезарядить. Следующая зарядка, я как уже показывал, происходит в принципе вот так вот. В таком положении засовывается. И здесь абсолютно никаких проблем нет. Все, он готов. Значит, так же дистанция 5 метров. Идем от самой первой и до самого, в принципе, конца. И, кстати, Entonces, так. Какой мой 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 мой. Пардон. С authorム whoosh. Ссер. 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 Желтую я пропускаю. Вторую тоже желтую пропускаю. Ну и в принципе еще могу пострелять по синему баллону. Он самый такой веселый, как я вижу. Можно даже вот так вот сделать. Я надеюсь, это было все четко видно. Также закончились у меня пульки и пистолет встал на затворную задержку. Сейчас мы... Да, хочу вам еще сказать, что не стоит пустой, то есть взведенный вот таким вот образом пистолет опускать курок. Потому что в принципе вот в таком медленном действии он встанет так. И это будет более-менее нормально, но вы не поставите его на предохранитель вообще никакой. И в принципе, если вы ударите, произойдет очень некрасивые вещи, которые в принципе я могу показать прямо сейчас. Но это будет некрасиво. Вот примерно вот так вот это может быть. То есть если вы чуть-чуть нажмете, будет выходить газ. Вот видели, да, он дернулся и, конечно же, встал обратно, но это довольно-таки неприятно. И может привести к каким-то нелепым ситуациям. Так что лучше так не делать. Сейчас я буду показывать стрельбу уже его. И посмотрим, как это все будет выглядеть. Сейчас покажу, как в таком положении я засовывал магазин. Снимаю с предохранителя. Взвожу его. И в принципе готов стрелять. Продолжение следует... И потом он встает вот так вот. Он уже хорошо расстрелялся, в принципе, после мощного нового баллончика. И с ним теперь все хорошо. Да, конечно, я вам забыл показать баночки, но давайте сделаем так. И после продемонстрирую сквозные отверстия. Теперь я покажу, как он заряжается таким вот образом. Просто ничего не делая, всовываем с легкостью. И снимаем его с затворной задержки. И теперь он у нас полностью готов. Смотрите, как он у нас. Смотрите. Вот примерно так это все выглядит Я думаю Пока хватит Еще что хочу вам сказать По поводу стрельбы Что рекомендуется стрелять В течение С промежутком где-то в секунды 2 Лучше 3 Чтобы баллону дать отдохнуть Конечно им можно стрелять Очень-очень быстро Я думаю я вам это покажу Но чуть-чуть попозже Когда у меня Ну покажу Сейчас баллончик надо Чтобы он остыл Он переохлаждается Становится очень холодным И это плохо действует На саму стрельбу Вот я его и зарядил Сейчас попробую вам Показать как он стреляет Очень быстро Вот примерно так он стреляет Очень быстро Но баллон сильно уж охлаждается Очень сильно И поэтому стрелять Я думаю И можно стрелять Еще быстрее Но Я не стану этого делать И лучше все-таки Выдерживать Какой-то промежуток В принципе Вот так вот Посмотрим что стало С нашими мишенями Значит Идем Это у нас Как мы видим Банка из-под чипсов Она пробита Насквозь Потому что Шариков в ней нету А вот отверстие Так Идем дальше Баллон Здесь я надпись не стер Это очень плохо Закрою вот так вот Как вы видите Его пробило Насквозь И дальше Уже пошли Баллон стал Немножко Слабевать Я уже потому что Выпустил обоймы Четыре наверное Здесь уже дальше Пошли вмятины Когда я пошел По второму разу Пластиковая Бутылка Пластиковая бутылка В принципе В ней шариков нету И сквозных отверстий Я тоже не вижу Но вижу вот такие вот Вмятины Если видно Вот вмятины есть такие Ее не пробило Значит походу Ее походу не пробило Коробочка простая Ее конечно же пробило Эту банку также пробило Что мы видим с этим баллоном С этим баллоном Тоже оставляет довольно глубокие Большие мятины Что сам металл В некоторых местах Потрескался Например вот в этом месте Здесь пошла трещина уже Ну это баночка И что-то забрала себе Что-то так же выпустила Как и впустила С этой баночкой Я немножко поигрался И как вы заметили Сбил колпачок Пробил ее насквозь И он весь потрескался Конечно же я это потом Все сниму Уберу С собой унесу Выкину в мусор Вот И на нем так же Уже остались Просто Ну вот Он довольно такой Очень Очень такой Плотненький баллончик Такой От дезодоранта И Здесь вот довольно Такие глубокие вмятины Эту банку мы так же смотрели Ее Не пробило Так Что мы видим здесь Здесь тоже Просто какие-то есть Вмятинки Ее в принципе не пробило